Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – магазин «Время подарков». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Свет, вода и тепло по разумной цене. Как теперь будут рассчитываться коммунальные платежи и что должны знать абоненты о коммунальных услугах? В Анапе началась подготовка к Пасхе и Радонице. На городском кладбище идут работы по благоустройству. Несанкционированная торговля и ценовое регулирование обсуждались на заседании межведомственной комиссии в администрации города. Отмена платы за общедомовые нужды в коммунальных платежах стала для всех хорошей новостью. После резонанса в обществе и СМИ президент Владимир Путин поставил задачу исключить этот пункт из платежных квитанций и давать людям больше информации, сколько и за что они должны платить. Любые необоснованные превышения должны им пресекаться и наказываться. В администрации Анапы прошла встречи с представителями организаций, обслуживающих многоквартирные дома, председателями ТОСов, домкомами и активистами-общественниками. Цель – разъяснить действия новых документов. Подробности в сюжете. Заместитель главы Михаил Баюр сразу же высказал нарекания основным обслуживающим жилой фонд организациям, что они не проводят встречи с жильцами, игнорируя жалобы. От недостатка информированности проблемы только растут. Перед тем, как подписать любой документ, особенно касающийся затратившись жизненно важные интересы наших граждан, помнить и всегда ставить себя на место. Примером таких недоразумений стала коллективная жалоба жильцов девятиэтажки номер 219 по улице Ленина. Когда они получили квитанции нового образца об оплате электроэнергии, а возникшие у них вопросы, НЭСК проигнорировал. В результате разбираться на месте пришлось заместителю главы города-курорта Алексею Харитонову. Я специально пригласил сюда все энергоснабжающие предприятия и все управляющие организации, для того, чтобы чётко разъяснить порядок. От самого начала до конца. Есть объект, и нужно его вести образцово. Начинает мусор и кончает квитанция об оплате за поставленные коммунальные услуги. Если мы предоставляем какие-то услуги, берем деньги для содержания жилого фонда, мы должны проводить в определенное время сход собственников жилья и разъяснить им, куда идёт каждая копейка. Если у нас управляющие организации декор не выходили к населению и не рассказывали, куда уходили деньги. Жильцам дома номер 219 тарифы на общедомовые нужды по электричеству пересчитаны. На этом совещании представители НЭСК информировали собравшихся, что платёж за ОДН остаётся. Но начисляться платежи будут после установки общедомовых счётчиков, и жильцам квартир предстоит оплачивать расходы только по электроэнергии, например, за освещение подъезда. Что же касается платежей за ОДН на отопление и водоснабжение, то изменения следующие. Исключены нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению на общедомовые нужды, нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению на общедомовые нужды. Таким образом, Теплоэнерго, Анапа-Водоканал, РТЦ-АНАПа, управляющими компаниями, товариществами, собственниками жилья и так далее, Всем собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах будет произведен перерасчет выставления ранних счетов на оплату коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в жилые помещения на уровне 31 августа 2012 года с учетом возврата произведенной оплаты по данным коммунальным услугам на общие домовые нужды. У активистов-общественников, домкомов и председателей ТОСов возникло много вопросов к управляющим и обслуживающим компаниям, особенно НЭСК и коммунальщик, не только по начислению УДН, но и по установке счетчиков на отопление водоснабжения как в квартирах, так и общедомовых, в формах расчета по квитанциям. Решено было довести до населения содержание приказа Энергетической комиссии Департамента цен и тарифов Краснодарского края об изменениях в оплате коммунальных услуг и отмене платы за общедомовые нужды. Копия документов появится на досках объявлений на каждом подъезде многоквартирных домов города-курорта Анапа. Анапчанам пересчитают платежи за январь-февраль и переплата пойдет авансом в счет будущих платежей. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа-регион. Через два месяца православные христиане отметят светлое Христовое воскресенье, а на девятый день от Пасхи Радоницу, день поминаний усопших, на городском кладбище началась подготовка к этим значимым датам. Управление жилищно-коммунального хозяйства Анапа полным ходом ведет работы по благоустройству нового сектора кладбища площадью в 5000 квадратных метров. Уже выполнены работы у нас по снятию слоя растительности, значит ведется установка бордюров, около 463 бордюра будет установлено, работы ведутся на полную мощность, вот поэтому сейчас мы стараемся как можно быстрее освоить этот данный вид деятельности. После 15 марта Управление жилищно-коммунального хозяйства планирует заасфальтировать дорожки внутри кладбища в 1107 квадратных метров, установить биотуалеты и мусорные контейнеры. Предвыборная кампания набирает обороты. Кандидаты на пост главы муниципального образования город-курорт Анапа продолжают встречаться с населением и знакомить анапчан со своей программой. Кандидат Сергей Сергеев встретился с жителями 12 микрорайона. О ходе встречи расскажет Вадим Родин. В начале встречи Сергей Сергеев коротко рассказал о себе, о семье, о том, где и кем работал и о полученном жизненном и управленческом опыте. Я отвечу на все ваши вопросы, но я хочу, чтобы после нашей встречи вы убедились, что перед вами находится человек, который способен руководить сложным муниципальным образованием, может быть даже одним из самых сложных, по сложившимся взаимоотношениям, по провальным позициям в экономическом развитии, в коммунальном хозяйстве, не очень хорошее состояние. Чтобы не превращать встречу в монолог самого кандидата, решили общаться в форме диалога. От лица жителей 11-го дома по улице Стаханова взял слово Геннадий Боев, который отметил, что остановлено незаконное строительство магазина рядом с его пятиэтажкой, и поинтересовался, как могут решаться вопросы капитального ремонта многоквартирных домов. Нам обещают, что вот-вот-вот-вот, и сейчас уже даже дело дошло до того, что собирают какие-то подписи по 15% стоимости ремонта от пенсионеров. Дом пенсионера, инвалиды в основном, ветераны. У них и денег таких-то не найдется, плюс коммунальные платежи. Сергей Сергеев пояснил, что кроме федеральных и краевых программ могут быть приняты муниципальные программы по ремонту ЖКХ и рассказал принцип их работы. Изучая жильцов, то есть каждую квартиру при помощи домового комитета, мы выясняем, у кого доход ниже прожиточного минимума. И фактически, фактически, подчеркиваю, вот этим жителям будем закрывать эту тему. То есть вам какая разница, откуда денег будет? Они должны в управляющей компании, вот допустим сумма ремонта миллион, ну к примеру, значит 15% это 150 тысяч, ваше софинансирование. То есть они должны быть на счету замороженные в управляющей компании. Вот мы будем пополнять за счет счета тех, кто не способен сегодня решить эту тему. Это пенсионеры. Среди проблем, озвученных перед Сергеевым, были высокие тарифы, безопасность дорожного движения, отсутствие парковок, вопросы, касающиеся оформления земли, капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий. По каждому вопросу Сергей Сергеев озвучил решение. Впечатление о встрече с Сергеем Павловичем очень такое, я бы сказал, вдохновляющее, что будет лучше. Чувствовалось откровенность человека и желание работать и сделать лучшее. Душевность его понравилась и особых заверений он не давал. Это очень важно. Но чувствовалось в нем силоспособность то сказанное воплотить в жизнь. Такой хороший, надежный. Он похож на Пахомова даже. А мы Пахомову очень уважали. Вот будет такой, мы его будем уважать. Вадим Родин, Анапа-регион. Другие кандидаты информации о ходе своих предвыборных встреч не предоставили. В администрации прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам соблюдения организациями потребительской сферы требований законодательства Российской Федерации на территории муниципального образования город-курорт Анапа. На рассмотрении комиссии было несколько вопросов. Приглашены индивидуальные предприниматели, допустившие нарушения и не соблюдающие требования законодательства. На встречу с нарушителями побывала наша съемочная группа. На заседание пригласили индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию Черноморска Хамсы, которые допустили грубые нарушения в части законодательства и санитарного состояния прилегающей территории к объектам. Предпринимателями не были выполнены условия, с которыми они соглашались и подписывали договор. Палатки, подоны, форменная одежда, доска потребителя – всего этого не оказалось на месте точек реализации Хамсы. Получилось, что вы проявили интерес, у вас было заявление, поступило в управление торговли, его рассмотрели на межведомственной комиссии, вы подписались под теми требованиями, которые вам были предъявлены. На деле мы имели совершенно другое. Людям, да, необходимо в шаговой доступности, мы дали такую возможность людям приобрести Черноморскую Хамсу, но однако же это было все плохо организовано с вашей стороны. Предприниматели свою вину признали, и комиссия в итоге вынесла свое решение. С 1 марта на территории Анапы запретить реализацию Хамсы в местах, не предназначенных для торговли. Любую несанкционированную торговлю будут пресекать, а на нарушителя оформлять протоколы. На следующий год, по словам заместителя главы Татьяны Завизион, администрация будет искать новые пути решения этой проблемы. Далее в зал пригласили индивидуальных предпринимателей, не соблюдающих требования распоряжения главы администрации Краснодарского края, о стабилизации цен на отдельные виды социально значимых продуктов питания. В группу социально значимых товаров входят молоко, кефир, сметана в мягкой упаковке, творог обезжиренный, масло растительное, яйцо столового второй категории, хлеб формовой из муки первого сорта с торговой наценкой не выше 10%. Руководители магазинов не закупают некоторые из этих продуктов, так как по цене им это невыгодно. Например, дороже стоит молоко в твердой пачке, нежели в мягкой. И поэтому от людей в большей степени преклонного возраста поступают жалобы, что они не могут приобрести те или иные продукты, так как их просто-напросто в магазине нет. Молодежь не задумывается, за 19 рублей или за 20 она берет хлеб. Говорю вам честно, она взяла хлеб, купила и пошла дальше. А люди, старики, конечно, задумываются, каждую копеечку считают. Поэтому нам нужно их поддержать. Председатель гильдии предпринимателей Александр Дмитров предложил руководителям свой путь решения ситуации. Для удобства покупателей сделать в магазине специальный уголок с вывеской социально значимые продукты питания. Все положительно оценили эту идею и приняли на рассмотрение. Замглавы Татьяна Завизион также сообщила, что Анапский хлебзавод готов сотрудничать с магазинами, снижая цену на поставку хлеба. В заключении обсуждения комиссия вместе с предпринимателями пришли к единому мнению, что нужно снизить цены на некоторые продукты, тем самым поддержать жителей нашего города. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа, Регион. Далее прогноз погоды на завтрашний день и блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Время подарков». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго и до свидания. Завтра, 6 марта, в Анапе будет солнечно, но прохладно. Температура воздуха днем 2,4 градуса выше нуля, ночью до плюс трех. Ветер переменный 2,5 метров в секунду. Атмосферное давление 774 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте плюс 4 градуса по Цельсию. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300. Подарки должны радовать и оставаться на память. Дарить чувства прекрасного и украшать нашу жизнь. Отражать внутренний мир и подчеркивать стиль. Времена меняются. Подарки остаются. Отражать внутренний мир и подчеркивать стиль. Отражать внутренний мир и подчеркивать стиль.